друзья ядерный вам привет уважаемые зрители здравствуйте рад приветствовать тоже и рад что есть возможность полчаса с вами поговорить я в городе железнодорожные ездил по делам вот полчаса мне навигатор показывает до дома пробок вроде нет особо то есть действительно будет покатушкой они по стоюшкой как в пробках как последние разы погода тоже хорошая тема друзья такая хорошая что может быть даже кто-то из вас на меня и осерчает грешным делом ну ничего но полезно если слегка насерчается ничего страшного и кстати знаете что из вредность замечу что вряд ли этот гнев и на и будет и кого случится в мою сторону вряд ли он будет праведной скорее как говорят в моей любимой зоопсихологии но он будет перенесенная и попутно еще воспользуюсь присутствием ядерной аудитории и своим служебным положением объясню почему закрыл свою группу вконтакте а то так получилось достаточно неожиданно для многих будет правильно если поясню подробную просто по-человечески будет тем более тем более что мой мотив он был непосредственно связан с сегодняшней темой а именно умением говорить нет такими большими буквами а это умение это признак субъектности человека то есть опять такими большими буквами это значит что чек не выпускает как песок сквозь пальца как олег басилашевили сказал валерьевич бриллиантовый россыпь дней своей жизни попусту между пальчиками как песок значит сейчас пока скажу и возьмите на веру что закрытие группа не было для меня эмоциональным решением вообще видение групп страниц в сетях там неважно где в мордокниги там и так далее это работа ну вот ну общественная но это работа я и так воспринимаю она на работе я ни одного эмоционального решения никогда совсем вообще ни за что не принимал вот опять поверьте плохо обдуманные решения были конечно на вот эмоциональных нет это кстати знаете чем связано еще бабушку пропустим это было связано с тем что самого начала практически мои деловой деятельности у меня был ключевой старший партнер большой мощные любящий диктовать ношу нормально для большого и мощного партнера если я хотя бы раз допустил какую-то эмоцию в отношениях с этой организации то нужен на 0 мгновенно и окончательно без сожаления возможности отыграть назад но в личных отношениях до эмоции были на это естественно но тоже кстати очень по минимуму и без битья посуду уж точно так что группе я скажу в конце а теперь давайте к делу к тому почему важно спокойно и твердо глядя в глаза другому человеку каким-то обстоятельством каким-то политическим трендом иногда важно говорить нет значит важный момент когда это необходимо естественно не надо превращаться в мистеров и миссис нет по любому вопросу кстати такая такое прозвище было мне дед мой говорил у андрея андреевич и громыко он его хорошо знал но кстати по его же рассказам он гораздо больше за рабочий стиль симпатизировал вячеслав пихалычу молотова молотова кстати бахом было другая другое прозвище каменная девушки заткните уши пожалуйста задница вот но судя по рассказам деда я бы его вячеслав михайлович назвал бы мистер точность или мистер корректность он где-то говорит что принимал всегда вовремя но опоздаешь хоть на минуту извини придется встречу переназначить следующий раз пожалуйста не опаздывайте а у грамыки дед там он не говорил часами я сидел в приемной ну тот конечно тоже ничьи в этот момент гонял вот но определенный минус андрея андреевич конечно надо за это поставить значит смотрите поддержим добрую старую традицию начинать с классики она опять древнегреческая аристотель выделял четыре причины бытия значит так я их проговорю по памяти товарищи философы из числа зрителей не судите строго если будет не точно по форме суть постараюсь передать полно значит итак у любого бытия неважно вещи или там человека есть причина четыре причина вернее материальная сущностная деятельная и самое важное последнее целевая ну допустим топор до материальная основа железа сущностная идея это идея клина может быть даже допустим какой-то чертеж вот деятельная причина это кузнец его выковала и целевая и можно постав как его там сделали рубить дрова ну если ты бровосек можешь рубить дрова как говорится так чтоб щепки летели его и топор может быть оружием допустим там восставшего крестьянство аха у моих любимых викингов топор это вообще что-то вроде визитной карточки ну вот у человека то же самое его целевая причина какая бы она ни была сейчас не будем на этом останавливаться неважно целевая причина всего человеческого рода какой-то там группа людей лиц целевая причина отдельного человека она не может быть реализована без того чтобы эти люди или человек были субъектными значит что такое субъектность в общих чертах от свойства человека выступать ну как бы действенно при этом быть независимым то есть вот ну чтобы человека можно было считать субъектом нужно чтобы он обладал такой определенной степенью автономии а это значит что его поведение но какие-то его поступки там каких действия они не должны полностью определяться условиями его ну вот как бы окружение неважно какого там компашки во дворе там трудового коллектива начальника административной системы ну там и так далее субъект он умеет как бы дистанцироваться от влияния окружения и кстати заодно и значит от всяких там навязанных ему там правил или понятие там у нас так принято принято единогласно ну вот по которым живет социум но это опять подчеркнул бы не какой-то такой нигилизм правовой там базаровский или какого угодно другой не шански это способность действовать когда это надо или наоборот ничего не делали не делать забивать да когда ты считаешь что что-то делать глупо или нецелесообразно или что-то там еще вот к чему это длинное нудное определение к тому что если вы не субъектные вы как я уже сказал не можете реализоваться вот независимо от того вот материалисты атеиста идеалист агностик друзья невозможность реализоваться это очень и очень скверно с любой точки зрения вот чтобы не говорили политические философы уважаемый мой павел щелин о том что демократия это мол там просто приличная упаковка значит автократии или даже диктатуры что народ по итогу там гробу видали и там и там вынесли за скобки там прочные надолго для меня очевидно одно чем меньше у тебя степеней свободы в диктатуре этих степеней свобода очевидно меньше тем меньше у тебя предпосылок быть самостоятельным ну то есть субъектом а значит у тебя меньше возможности реализоваться и именно этим диктатура плоха это вот ее минус с точки зрения высших таких смыслов бытия . на этом про демократии диктатуры а то сейчас меня понесет в эту сторону то есть если нет ответа на вопрос зачем зачем вы зачем они зачем она зачем все эти там утренние подъема на работу значит все как ни грустно жизнь в таком варианте ничем от меня не отличается от растительной вот ну что для овоща может и нормально конечно а вот но для человека нет кстати на что такое или кто такой человек будет отдельный эфир с павлом щелиным надеюсь там все будет подробно проговорено чем человек отличается от других видов органической жизни вот а пока поверьте мне пожалуйста на слово для человека быть овощем от плохо и вот точно не является его целевой причиной какие же есть признаки или критерии субъектности спросите вы меня друзья это будет хороший вопрос на который я постараюсь ответить ну в меру своего понимания конечно нравится вам не нравится если не нравится готовьте как говорится помидоры первый критерий вы можете способны и не испытываете непреодолимых препятствий к тому чтобы сказать нет вы можете сказать нет здесь вот очень важно не только врагам там значит каким-то недоброжелателям интернет серфером там хейтером прочим девиантом но вы можете сказать нет даже своим друзьям родным близким союзникам и ужас вы можете сказать нет даже самому себе это пожалуй самое сложное значит по отношению к себе такой звук издать это самое сложное дело то есть ваша способность сказать нет является очень важно без чего вот говорить о субъектности ну вообще не приходится то есть забыли нет не умеете говорить все в объект второй признак у вас субъектности у вас есть не может не быть стратегии звучит может как-то пафосно стратегия такое тяжелое слово но мы можем заменить это словцо на другое слово попроще план или плана значит как с немецким акцентом сказал профессор черной магии волон посетивший москву в час не бывало жаркого заката не имевшего ученую беседу с товарищами берлиозом и бездомным на патриарших прудах профессор если помните на высказал обоснованное сомнение в тезисе иван николаевич опять-таки того же бездомного что мол сам человек своей жизнью управляет ведь для того чтобы управлять виноват сказал профессор нужен какого никакой план хотя бы на смехотворно короткий срок лет скажем на тысячу и тут внимание вот бросаю придуриваться значит первая существенная оговорка на тему субъектности по настоящему на сто процентов субъектен только творец назовите бог назовите боги отцы основатели демиурги или демиург этой вселенной вот как вам больше нравится да это если принять к сведению космогонию елена петровна которая баловатская или елена ивановна которая рерих бог субъект не на сто процентов как-то чуть поменьше не знаю на какие проценты или доли процентов вот но для всех остальных речь идет только конечно степени субъектности в той или иной мере так что поблагодарим миссера оланда за эту важную детализацию вопрос субъектности и поехали дальше вот если вы не знаете целевую причину вот к чему вы идете ради чего там работаете на это по сути кстати есть план пусть даже там знаете в виде там распорядка дня в виде графика во времени да как у барона мюнхаузена там 10 разгон облаков установления хорошей погоды в 16 00 подвиг 18 война с англией что там у него еще был не помню и так далее то есть вот если этого нет вы не субъектная в отличие от мюнхаузена который кстати вот в такой шуточной форме декларировал высочайшую степень своей субъектности ну раз упаку англии может объявить самой англии понимаете как он там герцог сказал да ну вот мне англия не нравится но я мог помалкиваю то есть герцог как раз не субъектен ну вот казалось бы очень простые критерии да вот эти вот основные вы посмотрите на вокруг и как говорил и сергей маковецкий который фиму играл карманник из в сериале ликвидация фильма положил сказал трезво содрогнитесь а много ли вот вас окружает субъектных людей или каких-то там группы или каких-то политических партий там государств наконец я содрогался знаете и по трезвому и по стакан виски так что значит и так и так получалось у меня очень немного я наблюдал каких-то субъектных людей или групп людей и в сегодняшнем дне в частности в истории вообще а кстати знаете почему давайте викторину как обычно почему субъектных людей мало вот подготовьте пожалуйста свой ответ я значит подожду раз два три 4 5 кто не спрятался то есть фу блин кто не подготовил ответ я не виноват с объектом быть друзья как это сказать вежливо очень и очень трудно очень затратно и немногие выдерживают это напряжение то есть в том что быть объектом есть определенные преимущества тяпнули ты покатился энергия пинка закончилась остановился но делайте ничего не надо то есть вот катись как колобок или лежи спокойно в полном соответствии с первым законом ньютона который гласит что тела находится в покое или в состоянии прямолинейного равномерного движения если на них не действуют другие силы или действия внешних сил по отношению к ним уравновешивать садись бублев 5 по физике кстати вот эти все наши конституции конституции до законы там право римское право такое право сякое право все это знаете насквозь лицемерно в том смысле что все эти документы для уложения предполагает что все субъекты и люди и государства вот это далеко не так и это явный признак того что все эти права и конституции это на самом деле химеры что-то оторваны от жизни не работающие вот но возьмите хоть нашу конституцию значит это или чё там у нас что у нас там я сейчас заплачу я как вспомню народ то у нас источник власти и свободу то у нас слова и собрание и вообще все что хочешь можно даже потанцевать при луне нет этого кажется нет танцев при луне неважно хоть бы они даже там и были немедленно бы вышел какой-нибудь подзакон который делают эти танцы при луне но практически невозможными свобода воли до дар богов человеку вот это как раз субъектность я знаете не силен в теологии но говорят что такой свободы воли как у человека нет даже у ангелов поэтому человеческой жизни значит вот собственно свободы воли это действительно дар а у эзотериков поговаривают что душа там или сущности там наверху в небесной канцелярии в очередь стоят за этим даром чтобы воплотиться на земле в человека потому что это мощная возможность для духовного роста которые согласно многих вероучений по большому счету является главной целевой причиной человека идущего ну по такой лестнице вверх в свет там или к божественному кому как больше нравится в дух по этой лестнице к слову можно и вниз катиться весело по перилам от даже легче в моменте веселей многие так и поступает даже даже я бы сказал большинство знаете помните вроде марк твеновского вот этого нищего который стал принцип и колотил орехи большой королевской печатью проблема в том знаете в чем что никто и никогда нам не разъясняет какая у нас целевая функция то есть этот план наши стратегии вот это не падает на нас с неба то есть там в этой небесной канцелярии видим что это будет слишком жирно конкретный индивидуальный план те полетное задание там добавок дару субъектности ребят перри топчетесь сами сами ручками ножками потопаете в поте лица там и так далее вот для того чтобы этот план на разработать вам нужна достаточно такая такая сильная воля и вам нужны знания об окружающем мире на основании которых вы этот план будете формировать да то есть какой нужно какой-никакой мировоззрение о хочу мы много говорим не говорили в моих покатушках и чем я собственно занимаюсь на канале ищу свое мировоззрение поверяя его там логикой и здравым смыслом делюсь выводами с вами никогда и впрочем не навязывая кажется а какой первый вопрос для формирования мировоззрения ну тут викторину не буду устраивать правильно это основной вопрос философия который в переводе на язык повседневности звучит так если бог и умру ли я на совсем после смерти в зависимости от того как вы ответили на этот вопрос понятное дело получится сильно разные планы на жизнь но с точки зрения субъектности это неважно главное чтобы план был если он вас будет ошибочный ничего вы придете к завершению вот как вот там проект либерализма пришел к завершению в самом начале была ошибочка на миллиметр они освобождение спутали свободы и вынесли значит за скобки бога да то есть свободу получилась такая вседозволенная и вот сейчас вот наблюдаем живем в эпоху умирающего либерализма но это на каком-то этапе новом будет опять осмысленно опять будет какой-то проект если он будет точно он достигнет своей цели вот то есть видите как все просто чтобы стать субъектным надо ответить на вопрос если бог на вот а чтобы стать субъектным еще нужна рефлексия рефлексия у меня с ударениями постоянно какая-то лажа надо поработать над собой значит это простыми словами это рефлексии она же рефлексия это умение чека замечать свои мысли чувствовать чувство там эмоционировать думать над своим поведением оценивать там решения хорошие плохие и благодаря этому постоянно двигаться расти да вот в личностном там плане или в духовном если угодно это как раз признак сознания человека и именно это делать дает человеку преимущество в соревновании с животными за субъектность еще что нужно чтобы стать субъектным это выбрать этическую рамку значит но мораль и нравственность она понятное дело она у всех разные но нужно выбрать какую-то свою значит версию исследовать и иначе попадете под чужую этическую рамку и утратите субъектность и наконец элементарно ватсон надо набрать и упорядочить определенную сумму знаний все по полочкам разложить у себя в головке значит если иначе вы просто не ответить на вопрос если бог там вот эту рамку не установить какие-то ориентиры план не напишите вот и в этом смысле опять-таки наши наши ядерная комьюнити очень полезно я каких-то знаний накопал поделился вы в комментариях что деле написали я принял во внимание вот процесс как говорится идет насчет ядерного комьюнити о чем хотел сказать очень небольшая часть которого подписалась на эту самую группу в к почему группа закрыта я когда планировал как это должно быть а знаете что друзья взял за образец главтемовская комьюнити она называлась клуб империя тут сразу мой такой определенный грешок планирования потому что империя она самого начала была на формы самоорганизации ну вот фанатов этого проекта главтема имени михаил звенович юрьева ну там и других отцов-основателей они были конечно менее яркими по сравнению с ним то есть была инициативная группа которая обратилась к юрьеву и сказала хотим клуб сами все сделаем сайт домен правила устав даже модерировать сами будем вот в моем случае я и мой главтемовский товарищ видите мама и сами всех приглашали в группу а это вот критическая принципиальная разница с империей принципиальная же ошибка клубный уровень в империи был высочайший при всем при том что это не было тихая знаете поляна с лебедями вот там было много личности ясный пень между личностями всегда тренинг но как-то как только если кто-то переходил грани вам мгновенно модерировали там модерация была практически круглосуточной там ну либо на неделю или выговор занесением там или и так далее вплоть до вылета там это все было расписано вот на форум модерировали сами участники они юрьев это тоже разница знаете я там кого-то от моделирую человек обидится как-то это будет неуважительно мне кажется банить вот что-то мне какие-то такие комплексы вот но там знаете было немыслимо чтобы даже кто-то хоть какую-то вольность позволил по отношению к отцам основателям это был друзья вот это не был культ личности да это было такое трезвое понимание что любой член клуба у юрьева в гостях да и уже поэтому надо себя вести прилично не только потому что да так в гостях положено себя вести прилично просто вот из прагматических соображений люди понимали что лично юрьев и мощи много дает знанием информации даже не главное было знаете он он давал свое видение мира а он человек такой был очень харизматичный брутальный и многие от него даже вот этим подзаряжались вот это его брутальностью юрьев был не бобылев у него отправиться значит в короткое эротическое путешествие было на раз-два ему было плевать что о нем подумает княгиня мария алексеевна вот от слова совсем я лично своим высшим достижением в клубе считаю свою и мама ветку переписки с михаил зиновичем где было его финальная фраза пожалуй вы правы это как герой советского статистику за честное слово поверьте мне на слово мы свете как саперы взвешивая каждое слово уважительно и рассудительно корректно тщательно ему так оппонировали значит там по теме налогов но он знаете он от бизнеса то такого пасконного сермяжного отошел чуть-чуть там упустил эту полянку то есть мы-то были в теме а он не совсем и он еще что-то с эмоционировал а когда ты эмоционируешься сразу становишься уязвима но мы как бы вот именно вот так все это очень тщательно корректно значит с ним так спорили и он в итоге с нами согласился а что у нас в к в группе было друзья простите ради бога меня простите не обижайтесь но детский сад в отличие от клуба империи юрьева на где опять таки там участники сами все выкладывали все эфиры значит сами все отслеживали не только кстати эфиры главтемы свои статьи какие-то репосты какие-то интересные видео на вот а в группе я там основной поставщик контента там постов репостов вот так это знаете по времени это приличная трата времени такая на вот и это вы знаете это глубоко неправильно потому что это создает знаете эффект овсяной каши которая вот по мне так вкусно и полезно и для других людей не всегда не обязательно да ну то есть она наверное полезная но субъективно может она для них не вкусная и получается такая знаете такая инфантильная схемка мы в тюрьме там на ужин макароны и кто-то этим всегда недоволен недовольство выливается там иногда в саркастические иногда ну некорректные комментарии что меня особо огорчает какие-то узнаете в какие-то детские комментарии в итоге чушь нет этой синергии нет вот этой клубности а главное люди в такой схеме участники группы они субъектны вот о чем мы сегодня говорили я вольный или невольно там культивирую в них эту несубъектность да при этом сам же не себя какие-то моральные издержки огорчаясь когда какую-то фигню прочитаю там ну времени трачу приличную должен совсем чушь какая-то да ну вот любая ведьма вам скажет что отношение устойчиво только тогда между людьми или между группами когда есть обмен энергиями адекватно сколько даешь только получаешь вот соответственно закрытие группы это проявление моей субъектности я сказал нет такому положению вещей но внимание это важно я переживаю на эту тему то есть поверьте мне моральные издержки я там кому не сделать что внутри танка творится но внутри танка там конечно это печаль на эту тему и я понимаю что я многих этим решением огорчил тем не менее в итоге это всем будет на благо потому что для участников группы манная каша отменяется это приводит к возрастанию субъектности а я экономлю время и вот там как говорится обещают щитильнее и лучше работать над контентом канала морально тяжелое решение но верно ну плюс в к честно говоря меня не впечатлил как платформа там тяжело группа развивать ну ладно как говорится пользоваться платформе сейчас ее же какая бы ни была спасибо и как говорится до свидания подвожу итог почти приехал барабанная дробь ответьте себе на вопрос друзья субъектно ли вы согласно потому что я перечислил чтобы вам облегчить задачу чтобы вы не обижались скажу что лично я не считаю себя субъектным но я считаю себя прото субъектным то есть у меня есть возможность и я ее в себе культивирую значит этот субъектность постепенно обретать чем мы занимаюсь по самурайскому принципу путь это все цель не что давайте двигаться вместе всем жму руку берегите себя пока